МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Двое жителей областного центра и двое жителей Московской области, действуя в составе организованной преступной группы под руководством неустановленных следствием лиц, осуществлявших свою преступную деятельность через интернет-магазин, организовали в двух подпольных нарколабораториях на территории Калининского района области незаконное производство наркотического средства мифедрона. Химическое производство с дорогостоящим оборудованием позволяло одновременно изготавливать крупные объемы наркотических средств. В нарколабораториях произведено не менее 17 килограммов мифедрона, что относится к особо крупному размеру. Кроме того, задержанные получали от руководителей преступной группы и незаконно хранили прекурсоры наркотического средства и психотропного вещества в особо крупном размере. Произведенное наркотическое средство направлялось в различные города Российской Федерации для последующей продажи через тайники-закладки. Членов преступной группы в возрасте от 23 до 30 лет задержали сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из Управления наркоконтроля ОМВД России по Тверской области, ОМВД России по Калининскому району при силовой поддержке сотрудников подразделения специального назначения «Гром». Напомним, наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, предусматривает длительное нахождение в местах лишения свободы и сравнимо с наказанием за тяжкие преступления против личности. Хочется предостеречь и молодых людей, хочется предостеречь родителей подростков, чтобы обращали внимание не только на то, как ведут себя подростки в плане употребления или неупотребления психотропных либо наркотических веществ. Это очень важно, потому что наркозависимость ни в коей мере не освобождает от уголовной ответственности и хранение наркотических веществ также влечет за собой уголовную ответственность, а это соответствующие последствия в дальнейшем для судьбы молодого человека. И, конечно же, это касается тех молодых людей, которые считают или думают, что легкий заработок путем распространения наркотических веществ поможет им достичь какого-то благополучия. На самом деле, как показывает практика, деятельность данных лиц ограничивается 2-3 месяца и дальше все равно наступает уголовная ответственность, все равно данные лица привлекаются к уголовной ответственности. И очень жаль иногда видеть людей, которые даже не употребляя наркотические вещества, но вступив на этот преступный путь, только потом уже осознают, насколько этот путь ошибочен и к каким последствиям он приводит. О ходе судебных слушаний по этому уголовному делу мы сообщим в следующих выпусках патрульной службы.